Это механическая игрушка. Выпуло яичко, ребенок берет яичко, смотрит по названию курочек, вкладывает, нажимает, отворяется дверца и ребенок достает какой-либо сувенир. Спрос есть. Вот это, например, игрушка на республиканской выставке 10 рублей стоила и покупали очень хорошо. Значит, вот о чем я говорил, что у нас же ведь совсем немного, к сожалению, осталось таких специалистов. А те, которые остались во многом, невостребованы. И я уже давно, уже несколько лет тому назад поручил, чтобы мы создали им идеальные условия, чтобы ухватиться за оставшихся, которые за собой потащат еще десяток, может, сотню ребят, девчат, которые могут это делать, чтобы не загубить. Потому что раньше практически в каждом доме, образно говоря, в каждом, да в каждом доме что-то могли делать. Кто-то хату мог срубить, кто-то мог игрушки делать. Что получилось сейчас? Сейчас он сидит в компьютере, уткнувшись лбом, и мы следом за ними, и мы начинаем, и не начинаем, мы потеряли таких людей. Поэтому хорошо, что мы создаем условия, чтобы они возродились. Обязательно. Вот это вот народное, мы говорим, творчество, его нельзя потерять. Особенно те, кто умеет что-то делать своими руками. Полине 9 лет, но она уже год как ткет. Она в том году ткала ручник в городском поселке Лавич, где она проживает. В этом году она стала. И я скажу, раньше, если девочки с 12 лет ткали, ну, конечно, им более маленькие помогали родителям. Она очень замечательно справляется, прямо молодец. Узорная несколько сложнее. Понятно, но плотная ткань поможет. Плотная, да. Я съездил в Великий Новгород, учился у Осикова Елены Ивановны, попередала мне технологии. Я был в Неглюбке, в старых дорогах. Ну, Полина, если ты будешь создавать семью и жениха себе искать, у тебя будет огромная очередь. Ты очень дефицитный человек. Молодец, Полина. Держи. Спасибо. Любишь ли ты горький шоколад? Вот самый полезный, запомни. Спасибо. Да? Ну, всего-вот. Спасибо за песню откровенную. Я теперь понял, как жили раньше у вас там. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Живите долго, мирно. Вам здорово. Вы в городе живете? Да, здорово. Здесь. Ну, город у вас сегодня красивый. Вот я говорю, чтобы он всегда был такой. Работаем на сельском хозяйстве. Свои огородики. Ну вот. А ты говоришь, не хватает тебе чего-то. А мы в сельском хозяйстве. Все свое. А в этом году урожай, это небывалый урожай. Серьезно? Вот ответ. Я первый раз, к своему стыду, узнал, что это малиновый край. О, у нас тут хорошая малина. Хорошая? Ну, до будущего года. Приезжайте, пожалуйста. Приезжайте. Спасибо. Спасибо вам. Здоровья вам. На долгие годы. Спасибо.